Девушки отдыхают Купить полностью переведенную на русский язык True Crime New York City можно будет не раньше осени этого года. Привет! Это ФАК, программа из трех букв, но с очень глубоким содержанием. Меня зовут Борик Роттер. Сегодня я расскажу вам о четырех игрушках, которые не дают покоя нашим зрителям. На протяжении многих лет писатели-фантасты с неизменным упорством пророчат нам ужасное будущее, природные катаклизмы, ядерная война, нашествие пришельцев, восстание роботов. Представьте себе, далекая галактика, инопланетяне, угроза уничтожения последних людей, герой с недюжинными способностями, спасающий мир. Казалось бы, весь набор штампов в Адвент Райзинг на месте. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Связать воедино все удачные жанровые находки последнего времени труднее, чем придумать что-то принципиально новое. Версия игры для PC поступила в продажу 9 августа 2005 года. В мае того же года она появилась на Xbox. Компания-разработчик Glyph X, известная созданием роликов для серии Legacy of Game, Soul River, BloodRayne, Diablo 2 и ряда других игр, подошла к делу основательно. Чтобы не тратить время на разработку собственного движка, компания лицензировала последние версии Unreal и Karma Engine. Особенностью последнего являются гуттаперчевые модели, которые после смерти оседают в самых необычных и многозначительных позах. Например, в игре Raven Shield. Несмотря на то, что Glyph X взяли на вооружение Unreal Engine, некоторые из обнародованных скриншотов выглядят довольно неоднозначно. Если открытые пространства смотрятся более-менее приемлемо, то закрытые помещения отчаянно страдают от нехватки полигонов. А грязные и небрежно натянутые текстуры наводят на невеселые мысли. Снова виноват Xbox. Сомневаюсь. Начало продаж версии для России от компании Book назначено на 18 мая 2006 года. Рекомендуемые требования – процессор 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 5,5 ГБ свободного места на жестком диске. Думаю, никто не будет спорить с тем, что главный недостаток большинства современных экшенов – слабый сюжет. Орсон Скотт Карт, фантаст с мировым именем, решил исправить ситуацию и всерьез взялся за сценарик «Advent Rising». Игра хоть и является миксом из всевозможных жанров и концепций, ее не хочется обзывать словом «клон» или «подражатель». С самого начала игры чувствуется работа опытного сценариста. Ключевые персонажи гибнут один за другим. Шаг совершенно нетипичный для большинства игр и фильмов. Взяв хороший темп в начале игры, сюжет «Advent Rising» не сбавляет его и в дальнейшем. Самый неожиданный поворот приходится на второй или третий час игры. Пришельцы уничтожают Землю, а вместе с ней почти всех персонажей, с которыми мы познакомились в самом начале. Как бы ни был хороший сюжет, его недостаточно. Геймплей тоже должен быть хорошим. А вот с этим как раз проблемы. GlyphX Games постаралась сделать игровой процесс как можно более быстрым и насыщенным. Достигли этого простым способом. Враги прут постоянно и в промышленных количествах. К середине игры, когда Гидон обретает сверхспособности, последние намеки на баланс исчезают окончательно. Только приема «ударная волна» достаточно, чтобы смести со своей дороги любых противников в любых количествах. А боссы ведут себя как последние лузеры. Единственная сложность за всю игру — покатушки на джипе. Выглядит и управляется он почти так же, как Варток из «Хэллоу». Но вот физика хромает на все четыре колеса. Ощущение такое, что едешь не по земле, а по мокрому стеклу. Видеоролики. Вот что действительно смотришь во все глаза, стараясь не упустить ни одной детали. Еще бы, сотрудники GlyphX Games на этом ни одну собаку съели. Эпическая постановка, хорошая режиссура. Единственное, картину портят только модели, которые вставлены в ролик прямо из игры. В чуть доработанном виде. А теперь перейдем к вашим вопросам. Один из самых задаваемых вопросов о миссии ближе к концу игры, где надо убить монстра, похожего на тролля. Ни одно из оружий не может причинить ему вред. Нужно дождаться момента, когда монстр поднимает камень с земли. Некоторое время он держит его над головой. Выделяете камень, и как только он кинет его, используете заклинание на перемещение объектов и направляете камень на монстра. И вопрос про последнего босса, который летает в воздухе и стреляет фаерболами. Когда он использует черный фаербол, нужно умением серч отправить его обратно на монстра. После трех попаданий из злодея выпадает три камня. Берем один из них и направляем точно в голову. Вот и все. Норвежские разработчики из фанком славятся очень серьезным отношением к качеству своих игр. Хотите доказательств? Вспомните, сколько раз откладывался выход легендарного квеста The Longest Journey. Впрочем, результат оправдал все ожидания. На свет появился один из лучших представителей жанра. Эталон, на который будут равняться еще долгие годы. Dreamfall The Longest Journey. Игра поступила в официальную продажу 20 апреля 2006 года. Норвежцы отполировали свое детище до зеркального блеска. Авторы признались, что при создании игры они вдохновлялись такими шедеврами, как Принцов Персия, Resident Evil и Star Wars Night of the Old Republic. Но вы будете удивлены. Dreamfall это уже совсем не квест. И даже не продолжение оригинального The Longest Journey. Игру перенесли в полное 3D, одарили множеством новых героев и, что самое удивительное, смешали с боевыми и стелс-элементами. Кроме того, по просьбам игроков, продолжение решили сделать намного короче оригинальный The Longest Journey. Об этом чуть позже. В России локализацию игра пока не получила, хотя этим вплотную занимается компания Lazy Games. Закончить переводчики обещают уже осенью этого года. Издавать игру на территории нашей страны будет ND Games. Для полноценной работы Dreamfall The Longest Journey вам понадобится процессор с частотой 2,5 ГГц, гигабайт оперативной памяти и 256 МБ видеопамяти. Конечно, трудно осознавать, что перед нами совсем другая игра. Но стоит справедливо признать, что у неё есть все шансы на успех. И так прошло 10 лет с тех пор, как Эйприл завершила своё путешествие. Перед нами уже не наивный подросток, а самый настоящий избранный с ворохом своих проблем. Эйприл понимает, что судьба оказалась сильнее её. А дар Шифтера, который даёт способность перемещаться между двумя мирами, сохраняя их в равновесии, совсем не такая милая забава, как казалось сначала. Изменился и мир, в котором живёт наша героиня. Да, в Dreamfall The Longest Journey мы постоянно будем встречать знакомые места. Но достаточно одного взгляда, чтобы понять, и Старк, и Аркадия пришли в упадок. В обоих мирах что-то происходит, причём очень нехорошее. Впрочем, есть и приятные новости. Бороться с опасностью Эйприл будет не в одиночку, а в компании ещё двух персонажей. Во-первых, это некто Киян, которого разработчики многозначительно, улыбаясь, называют апостолом. Скорее всего, этот молодой человек станет нашей ударной силой. Характер у парнишки заносчивый, да и сложен он очень хорошо. Но давайте лучше обратим внимание на 20-летнюю Зою Кастило. Ведь именно она, по замыслу разработчиков, будет главной героиней игры. Зоя очень похожа на ту самую Эйприл из прошлой игры. Не уверенная в себе, не слишком удачливая и очень заурядная жительница богатого мегаполиса. Она и знать не знает, что где-то есть другие миры, и что кто-то плетёт в сети большого заговора. У Зои пока совсем другие проблемы. Она оказывается в квартире бывшего бойфренда и находит там труп некой девушки. Чтобы спастись самой, ей приходится отыскать Эйприл и загадочный тёмный дом, где хранятся ответы на все вопросы. Разумеется, за время поисков мы не раз посетим Старк и Аркадию, а также новый мир Винтер. Мрачноватая история. Куда-то мне винному повествованию первой части. Впрочем, это характерная черта почти всех фэнтезийных сюжетов. С каждым продолжением они становятся взрослее и суровее. Что ж, придётся повзрослеть и нам. Итак, с сюжетом всё понятно. Даже, наверное, наоборот, непонятно. Есть интрига, есть три главных героя, судьбы которых сплелись в мудрёный узел. И есть множество загадок, которые нам с вами предстоит решить. Так что давайте теперь перейдём к самому игровому процессу. Итак, первое, что стоит зарубить себе на носу, Dreamfall The Longest Journey, это уже не совсем квест с его монотонным убаюкивающим геймплеем. В новой игре будет полным-полно мест, где решение придётся принимать мгновенно. Первый затруднительный момент касается подземного города, в который попадает Эйприл. Один из наших телезрителей не может пройти за дверь. Куда до этого входит синий монстр, набирая трёхзначный код. Отвечаю. Надо обойти расположенный рядом саркофаг, нажать кнопку действия, и Эйприл присядет. Только после этого появится ещё один персонаж. Он-то и откроет заветную дверь. Нам остаётся только быстро пробежать за ним. Ещё один вопрос касается задания, когда нам необходимо найти зверушку Крейзи Клари. Её похитили солдаты и посадили в клетку. Идите на рыночную площадь, там кругами ходит огромный зверь. Рядом есть подворотня, куда нас не пускают. Надо спрятаться за животным, и когда оно будет проходить мимо подворотни, быстро туда прошмыгнуть. Смотрите во второй части программы. В FIFA 06 разработчики значительно переработали режим менеджмента команды, дополнив его несколькими интересными возможностями. Теперь игра очень жёстко завязана на управлении финансами клуба. Купить полностью переведённую на русский язык True Crime New York City можно будет не раньше осени этого года. Как ясно из названия, вместо Лос-Анджелеса мы теперь будем жить в Нью-Йорке. Впрочем, одним лишь обновлением декораций разработчики решили не ограничиваться. Смотрите во второй части программы. В FIFA 06 разработчики значительно переработали режим менеджмента команды. Купить полностью переведённую на русский язык True Crime New York City можно будет не раньше осени этого года. Друзья, разрешите я вам пожалуюсь на легендарную серию FIFA от Electronic Arts. Каждый год выходят новые версии, и каждый год их новизна оказывается под большим и большим сомнением. Возьмём, к примеру, Жигули 6-ку. 92-го года выпуска, но с отреставрированным кузовом, новой ходовой, тонированными стёклами и спойлером. Это что, новая машина? Неа. Та же самая беда и с очередной частью FIFA, которая один в один напоминает отремонтированную и покрашенную, извините, шаху. Впрочем, даже номер у них совпадает. FIFA 06. Садитесь, покатаемся. В России официальные продажи игры начались 20 октября 2005 года. Локализацию взяла на себя компания SoftClub. Весь интерфейс, текстовые сообщения и субтитры переведены на русский язык. Отдельно стоит отметить, что в FIFA 06 разработчики значительно переработали режим менеджмента команды, дополнив его несколькими интересными возможностями. Теперь игра очень жёстко завязана на управлении финансами клуба. Вывести в плюс даже успешную команду стало очень непросто. Надо выбрать хорошего спонсора и не вылететь из менеджерского кресла до получения основных денежных бонусов. Платить вам будут за место в турнирной таблице, победные серии, завоёванные в кубке и так далее. К тому же на пути к успеху или провалу вас подстерегает огромное количество случайных событий. Например, интервью, каждое из которых влияет на множество аспектов, лояльность фанатов, отношение к вам в советы директоров и так далее. В целом, всё это весьма напоминает облегчённую версию Total Club Manager от этой же EA Sports. Для полного сходства FIFA не хватает только грамотного интерфейса. В итоге играть интересно, но очень неудобно. Рекомендованные системные требования – процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 64 МБ видеопамяти. И не забудьте освободить 2,5 ГБ свободного дискового пространства. Поклонники Pro Evolution Soccer, главного конкурента сериала FIFA, не без злорадства заметят, что некоторые симуляторные элементы новой части позаимствованы из их любимой игры. К примеру, набор силы удара теперь происходит намного быстрее. В результате игроки, набившие руку на FIFA 2005, поначалу будут постоянно бить выше ворот. Через некоторое время обнаруживается ещё один плагиат – новая система разыгрывания штрафных и угловых ударов. Ещё один положительный момент – хорошо проработанный искусственный интеллект. Он совершает меньше опасных пасов в своей зоне и грамотно защищается. Играть в итоге намного сложнее, чем раньше. Для победы приходится регулярно совершать стремительные прорывы по центру и флангам. Заметно опаснее стал подбор мяча. Подкаты и раньше редко доводили до добра. Теперь же это самый быстрый способ сократить количество своих игроков на поле. Судьи без сантиментов выписывают карточки направо и налево. Поэтому важную роль играет блокирование пасов и ударов. Именно так в FIFA 06 проще всего отобрать мяч. Разумеется, не обошлось и без потерь. Поведение вратарей получилось просто провальным. Главный их недостаток – это беспечность. Например, на мяч, который подхватывается к краю штрафной, голкипер не реагирует даже в том случае, если поблизости нет защитников. Соответственно, очень эффективными стали выходы один на один с вратарем. Еще один прокол. Практически полное отключение искусственного интеллекта, когда мячом владеет игрок своей команды. Позицию голкипер продолжает менять, но вот удары не отбивает. Самое обидное, что подобные глюки справедливы и для своего вратаря, который тоже регулярно валяет дурака. Еще один недостаток в FIFA 2006 – очень слабые многопользовательские возможности. Последние секунды заключительного матча сезона. Счет 0-0. Моя команда обязана победить, иначе она лишится первого места. Полузащитник отдает красивый пас нападающему, тот устремляется к воротам, выход один на один, болельщики что-то кричал, а мои эмоции переваливают через край, доводя мои действия до автоматизма. Справлюсь ли я, забью ли этот гол? Дабы не мучиться такими сомнениями, давайте улучшим наши навыки игры в FIFA 2006. Ведь фортуна, как известно, улыбается сильнейшим. Начну я с вопросов о специальных приемах и расскажу о том, как и когда лучше всего их применять. Клавиша W позволяет делать проброс. Это должно помочь, если ваш футболист совершает прорыв, а его преследует соперник. Пробросом можно послать мяч на несколько метров вперед, увеличить свою скорость и через несколько секунд догнать его. Но не стоит злоупотреблять данным приемом. Зачастую бывает проще отдать пас или сразу пробить по воротам. Еще один трюк связан с клавишей C. На мой взгляд, самый эффектный. С помощью его можно внезапно развернуть игрока на 180 градусов. Представьте, вы бежите в направлении вражеских ворот. Пытаетесь выйти один на один с голгипером, но в последний момент путь переграждает защитник. Если вы замешкаетесь, то потеряете мяч. Чтобы этого не допустить, нужно быстро податься в обратную сторону, нажав соответствующую клавишу стрелку, а затем щелкнуть по клавише C. Ваш подопечный за долю секунды вернется на исходное направление, и, возможно, атака будет продолжена. Используйте этот прием как можно чаще. Он выручает даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, уже все потеряно. Оригинальная True Crime Streets of LA была ничем иным, как попыткой повторить успех третьей GTA. Время для первого влина Activision выбрало не самое удачное. Поклонники легендарной серии все еще колесили по дорогам в Ice City. Однако, несмотря на это, True Crime приглянулась геймерам, и в первую очередь благодаря очень мощному сюжету. Так что встречаем продолжение. True Crime New York City. Официальной датой выхода игры считается 28 марта 2006 года. В России адаптацией игры занимается компания Buka, за плечами у которой локализация второй и третьей части культовой GTA. Купить полностью переведенную на русский язык True Crime New York City можно будет не раньше осени этого года. Как ясно из названия, вместо Лос-Анджелеса мы теперь будем жить в Нью-Йорке. Впрочем, одним лишь обновлением декораций разработчики решили не ограничиваться. Нас ждет динамическая смена погоды, возросшая интерактивность окружения и много других вкусностей. Каждый район города обладает собственным уровнем криминогенности. Как его узнать? На глаз. Исключительно на глаз. Чем больше мусора на улицах, заброшенных домов и подозрительных типах подворотнях, тем выше вероятность получить пулю в спину. Впрочем, даже самые опасные районы уже совсем скоро станут достоянием истории. Ведь за дело берется наш герой, который по замыслу должен творить добро направо и налево. Так что после нескольких поединков с преступностью даже самые мрачные трущобы засияют чистотой. В домах снова поселятся бюргеры, а виноводочные магазинчики уступят место булочным и библиотекам. Для адекватного восприятия виртуального Нью-Йорка вам потребуется процессор с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти, а также почти 3 ГБ свободного дискового пространства. Вершить справедливость, как и раньше, можно по-разному. Либо правильными методами, либо по принципу цель оправдывает средства. Даже конфискованное у жуликов добро теперь позволено конвертировать деньги и очки рейтинга. Первые можно потратить на черном рынке на покупку оружия и прочих полезных вещей. А вторые использовать для карьерного роста и опять-таки пополнения арсенала, но уже через полицейские каналы. Причем ассортимент на черном рынке и у полицейского оружейника отличается кардинально. Так тяжелое оружие, вроде гранатометов и огнеметов, можно купить исключительно нелегально. Из других принципиальных нововведений стоит отметить оригинальный подход к игровой кампании. Если раньше одно провальное задание могло стоить вам всего прохождения, то у новой игры подход более демократичный. После неуспешного выполнения сюжетного поручения вам предложат специальную информационную миссию. И ее выполнение заметно облегчит продвижение вперед. Некоторые доработки подвергся и графический движок игры. Различия с первой частью видны невооруженным глазом. Впрочем, сильно обольщаться не стоит. Нью-Йорк-Сити затачивался под Sony PlayStation 2 и Microsoft Xbox, так что выше главы не прыгнешь. Итак, чем можно заняться добропорядочному полицейскому в городе? Во-первых, расследованием основного преступления. Здесь нас ждет по-настоящему интересный нелюнейный сюжет. Улучшенный стелс-режим, непохожие друг на друга бандиты и разные методы борьбы с ними. Во-вторых, участием в бойцовском клубе. Да-да, вы не ошиблись. Мы идем по стопам Тайлера Дердена и зарабатываем баллы. В-третьих, стритрейсингом. Но не стоит обольщаться. Физика авто в игре никудышная. И, наконец, можно просто заняться выполнением дополнительных заданий от информаторов. Информаторов в игре всего трое. Отец героя, который дает указания из тюрьмы по устранению своих недругов. Хозяйка ворделя и водитель такси. Кстати, недавно мне пришел вопрос от одного из наших зрителей. Он проходил миссию и в конце, вместо того, чтобы допросить подозреваемого, случайно пристрелил его. Как лучше выйти из такой ситуации, спрашивает он. Что здесь можно посоветовать? Во-первых, попить валерьяночки и научиться думать, прежде чем стрелять. А если серьезно, то как раз в такой ситуации без информаторов не обойтись. Значит так. Едите к хозяйке борделя и выполняйте ее задание. После этого она рассказывает вам историю, который по вашей вине унес с собой в могилу подозреваемый. Но будьте внимательны. Некоторые миссии в случае провала все-таки проходятся переигрывать заново. А теперь небольшой совет. Некоторые заведения, например, аптеки, работают в Нью-Йорк-Сити круглосуточно. А вот большинство других учреждений по ночам закрыты. Имейте это в виду. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой имейл. faqsobaka.moosdfistv.ru С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok